Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня разбираемся в работе Единой диспетчерской службы. И в качестве спикеров выступает Михаил Владимирович Каратаев, заместитель главы Одинцовского городского округа, и Сущенко Эдуард Петрович, заместитель руководителя Госжилой инспекции Московской области. Здравствуйте! Итак, что же такое ЕДС и с какой целью создана эта служба? Единая диспетчерская служба – это тот портал, который работает в системе Единого центра управления регионов по вопросам, связанным с управлением многоквартирными домами в едином комплексе, который позволяет на сегодняшний день оперативно решать проблемы, возникающие с эксплуатацией многоквартирных домов. И в случае поступления обращений, жалоб, в кратчайшее время информация доводится до управляющих организаций. В течение 24 часов принимается эта информация к исполнению, и устраняются те или иные недостатки. А все-таки эта служба была создана в качестве дополнения к порталу Добродел, через который, собственно, могли подать обращения жителей? Или это независимая структура, которая, собственно, помогает в работе жилищного комплекса? Это единая система, как Единый центр управления регионом, тот же портал Добродел и ЕДС, как подсистема, которая позволяет решать оперативные вопросы. В эту единую диспетчерскую службу входит круг лиц, касающихся этих вопросов, управляющих компаний, как контрольный надзорный орган, это ГУЖИЛ-инспекция Московской области, а также подразделения, структурные подразделения, органы местного управления. Насколько быстро происходит реакция с момента поступления обращения от граждан до, собственно, решения вопроса? По нормативу сроки прохождения информации, это прием самой заявки в течение 24 часов, но, как правило, это происходит в течение нескольких часов, может даже минут, в зависимости от того, как оператор ознакомился с информацией. И эта же информация, она же сразу же приходит к управляющей компании на исполнение. И, как правило, в течение 24 часов недостатки, позволяющие устранить их, ну, недостатки эти устраняются. Николай Владимирович, сколько через эту систему Вы получаете, например, в день сообщений? Вообще, каким образом граждане обращаются? То есть, пишут письма, звонят? Как происходит процесс? Ну, у нас обычно в день проходит порядка 20-80 заявок, в зависимости от дня недели, это очень достаточно большая зависимость. А в зависимости от ситуации сезонной, то есть, есть всплеск весенний и осенний, вот летом обычно заявок поменьше, потому что нету снега, нету наледей, соответственно, все это также влияет. Вот все эти заявки обрабатываются в автоматическом режиме, то есть, все, что можно отработать в режиме 24 часов, все закрывается. А все, что требует дополнительных каких-либо привлечений, либо ресурсов, либо закупки материалов, по каждой заявке выставляется срок, но не более 8 дней. И в течение этого периода она закрывается. Вот самое важное, это то, что житель может эту заявку подать через портал Добродел, не привлекая какие-то дополнительные сервисы. Вот, и эта заявка автоматически разместится уже в самом ЕДС, ЕДС и отразится в ЦУРе. То есть, она сразу же попадает на контроль как управляющей компании, так и уже органов местного самоуправления. Ну, получается, она прям адресно направляется, и нет такой ситуации, что она может затеряться или уйти куда-то не туда, она просто, получается, все сделано правильно, соответственно, и обращение граждан дойдет до адреса. Когда человек заполняет заявку, он указывает адрес. Все адреса домов, многоквартирных уже привязаны в системе к управляющим компаниям. Соответственно, управляющая компания сразу же определена, и сразу же получает эту заявку адресно, как вы правильно сказали. Самый главный вопрос, с чем обращаются жители чаще всего? – Очень много жалоб идет, связанных с уборкой подъездов. Ну, то есть, мы все понимаем, что уборка – это такая динамичная вещь. Очень часто жители жалуются на перегоревшие лампочки в подъездах, на работу лифтового оборудования, есть жалобы. Ну, а дальше это уже разные жалобы, которые связаны в том числе с качеством услуг различных коммунальных. – Вы затронули вопрос уборки подъезда, то есть, это содержание дома, многоквартирного дома в частности. Соответственно, насколько короткая связь между вами и управляющей компанией, насколько быстро они реагируют на те обращения, которые через вас поступают им? – Ну, тут, наверное, правильнее сказать, не через нас. Житель напрямую общается уже с управляющей компанией. Мы являемся неким связующим звеном, который обеспечивает наличие этой коммуникации. То есть, житель заполнял заявку. – Ну, как административный ресурс, да, и, собственно, есть жители, есть управляющая компания, и чтобы никто никуда далеко не ходил, то есть, в принципе, все очень быстро попадает в нужные руки. – Да, и данная система построена таким образом, чтобы исключить максимум посредников передачи информации, и заявка напрямую приходила уже к исполнителю. То есть, мы максимально приблизили жителя непосредственно к исполнителю. – Как отслеживается исполнение обращений? Есть ли какой-то рейтинг? Как-то управляющей компанией тоже, ну, оценивается их работа в том числе? Эдуард Петрович. – Что касается подачи заявки и прохождения всей информации, то, конечно же, заявитель должен сначала зарегистрироваться на портале «Добродел» и подает заявочку. – Автоматически система информации попадает в единую диспетчерскую службу, и, как вот уже было сказано, что информация, она проходит у всех, но автоматически попадает сразу непосредственно к исполнению, то есть в управляющую компанию. Управляющая компания в течение 24-х обязана принять к исполнению и приступить к исполнению. – А если не исполняется? Если мы говорим, что есть добросовестная управляющая компания, а есть не совсем… – На это есть, конечно же, в каких-то полномочиях органы местного управления, отслеживают эту ситуацию, контролируют сроки прохождения. Ну и, конечно же, мы, как надзорный орган, все это видим и стимулируем управляющие компании, чтобы они как можно быстрее приступили к исполнению. – Ставятся отметки, да, приняты к исполнению. Когда и само идет исполнение, потом непосредственно управляющая компания представляет и подвязывает отчетные документы, ставит тоже отметку об исполнении. И все это видит сам заявитель в этой программе. Сам заявитель, он знакомится с этими документами и, соответственно, тоже ставит отметку, он удовлетворен ответом и принятыми мерами или не удовлетворен. Тогда включается следующая процедура, если он не удовлетворен. Если удовлетворен, значит мы… – Все хорошо. – Да, все хорошо, все исполнено и как бы все жалобы удовлетворены. Если жалобы не удовлетворены, тогда тот же исполнитель подает заявку в госинспекцию и госинспекция приступает уже в порядке контрольной надзорной деятельности к проведению мероприятий, проверочных мероприятий уже в рамках 294-го федерального закона. Но при этом, опять же, мы даем трое суток управляющей компании на устранение этих или иных этих недостатков. Если в течение трех суток они не устранили, тогда мы выходим на проверку, проводим проверку, фиксируем это нарушение, как нарушение, возбуждаем административное дело, составляем протокол и как последствие привлечение управляющей организации к административной ответственности за неисполнение нарушения, которые они совершили. Можно так оценить, скажем, работу вот этого всего комплекса, всех этих мер, как претензионный порядок урегулирования спора, да, когда есть заказчик в лице жителей, есть управляющая компания как исполнители тех или иных услуг. Так вот, вот эта вся эта процедура, она как раз и направлена на то, что все делается до того, когда попадает уже к административному органу, до принятия мер какого-то административного воздействия. Ну, получается, управляющая компания понимает всю степень ответственности? Конечно. То есть уже не удастся ничего скрыть, завуалировать, оттянуть руки? В чем изюминка и в чем, скажем, положительный эффект от этого механизма? То, что все заинтересованные лица, все участники этого процесса, они заинтересованы в этом процессе. Житель заинтересован в том, чтобы как можно быстрее были удовлетворены его потребности. Управляющая компания заинтересована также устранить все недостатки, чтобы не привлекаться к административной ответственности. Мы как надзорный орган оказываем и как государственный орган услуги и работаем в интересах жителей. То есть все довольны в этой ситуации. Ну, конечно, бывают какие-то провехи, когда мы вмешиваемся и регулируем эти процессы. Михаил Владимирович, ну вот с введением ЕДС в действие, с работой, стало вам, непосредственно вашему подразделению легче работать? Вот осуществлять вот эту взаимосвязь, разводить, так скажем, жителей, управляющей компанией, решать какие-то споры между ними? Ну, в первую очередь нам стало легче разбираться в ситуации. То есть житель всегда может апеллировать к тому, что он обращался в управляющую компанию через ЕДС. Есть факт. Да, есть об этом электронные отметки, есть время, есть результаты ответа. То есть у нас ситуация, которой бы управляющая компания могла сказать заявку не получала, не видела, не было такого, теперь исключена. Ну и встречно точно так же житель, получив ответ через ЕДС, не сможет сказать, что ему никто не ответил. То есть здесь у нас получается уже такое взаимовстречное движение, когда и управляющая компания чувствует градус ответственности, и житель понимает, что если ему ответили на заявку, то значит этот ответ уже был проработан. Получается у нас уменьшилось количество обращений непосредственно в органы местного самоуправления. Ну что опять же это положительный эффект и не парализует работу всего управления, когда просто идет шквал вещей, которые не относятся к работе данной структуры. То есть теперь уже сама ситуация стала такой, что максимально перенесли общение на зону уже управляющей компании житель, а если они между собой не смогли договориться, вмешивается уже ГЖИ и на основании своих полномочий принимает те или иные решения. А мы выступаем именно в роли арбитра, который может подсказать управляющей компании, что нужно улучшить, чтобы жители к ним относились более лояльно и воспринимали их услуги так, как хотелось бы жителю. Потому что в первую очередь житель у нас заказчик этой работы, и житель является тем конечным потребителем услуги управляющей компании, который должен получить максимальное удовлетворение данной работы. Ну, соответственно, у которого теперь есть портал Добродел, через который он может через систему ЕДС подать обращение и, собственно, попытаться решить ту или иную проблему. Оперативно. Оперативно, действительно быстро, никуда не отходя, не нужно никуда идти, не нужно никуда ехать. Достаточно просто через портал Добродел в единую диспетчерскую службу подать свое обращение. Я вот вижу у вас представлены заявки, Ильдар Петрович. Не заявки, а несколько примеров. Мы уже обсуждали эти вопросы, какие сроки прохождения. И хотелось, допустим, привести пример, как обращение Евгения, нам обращаются в электронном виде по имени. Жалоба поступила 15-го вагонства в 11.15, принято к исполнению в 11.46. То есть, время, да, проходения. 31 минута. Да, 31 минута. Это уже положительно. Ну и, соответственно, она была выполнена, то есть, 15-го числа она поступила, 21-го числа уже были прикреплены все документы и устранены недостатки. Это как нарушение, нарисованное там граффити на стенах подъездов, там, или фасадов. Соответственно, заявитель это увидел, подтвердил, опять же, в этой системе, что он принимает исполнение и заявка закрыта. Да, все довольны. Да, и управляющая компания оперативно отработала. И, соответственно, сам заявитель удовлетворен ответом и действиями управляющей организации. Ну, бывают такие случаи, например, вот по обращению Дмитрия Яныгина, когда он обратился по неработающему лифту, опять же, заявка была принята, заявка была отработана, но заявитель был недоволен решением и действиями. Соответственно, мы принимаем это на контроль, принимаем это в свое производство, госжилу инспекции, дали управляющей организации три дня на исполнение. Соответственно, управляющая организация все исполнила, в течение трех дней отчет поступил, житель поставил отметку, что он доволен рассмотренной его заявки. И такие случаи бывают. Поэтому, как правило, львиная доля обращений решается в ходе вот этого процесса до административного реагирования. То есть это уже какие-то единичные, да, случаи, Михаил Владимирович? Меньше стало, да, ну вот таких пробелов, так скажем, именно в работе УК по исполнению обращений граждан? У нас контроль ведется ежедневно. Если говорить про нашу территорию. Каждый день мы контролируем поступление заявок в ЕДС по всем управляющим компаниям района. И каждую неделю я провожу совещания с управляющими компаниями, которые у меня попадают в топ-5. Топ-5 это те компании, которые умудрились за неделю накладать максимальное количество просрочек. То есть если у компании появляются просрочки, это уже повод начинать разбираться, почему они сорвали сроки исполнения обращения граждан. С начала года эта цифра уменьшается. То есть количество просрочек у нас снижается. И эта динамика, она ежемесячная. То есть управляющие компании перестраиваются, начинают воспринимать данную систему как систему необходимую в обязательном порядке к исполнению. И вот Эдуард Петрович в этом отношении помогает осознать, что дальше следует уже административная ответственность, если не отработано в режиме первого приближения ЕДС. Со своей стороны хотелось бы просто отметить, что есть один нюанс, который бы хотелось, чтобы жители тоже учитывали. Когда они подают заявку, они не только подают заявку, а еще и должны ее закрыть. Очень часто житель забывает отметить, что заявка исполнена. То есть у нас множество компаний, исполняя заявку, потом ищут жителя, чтобы житель подтвердил, что заявка закрыта. А так как сроки очень сжатые, на поиск остается очень мало времени. Поэтому к жителям просьба, если заявка ваша принята и исполнена, то поставить галочку, чтобы управляющая компания могла у себя эту статистику подправить. Получается, если жители уже один раз зашли в ЕДС, оставили там обращение, то можно потрудиться зайти еще раз. И после того, как уже решен вопрос, например, отремонтирован лифт, покрашены стены, убран подъезд и, собственно, закрыт. Принцип такой. Если вошел в процесс, то ты должен завершить этот процесс. То есть все участники этого процесса являются ключевыми и играют каждый свою роль. Поэтому если житель унициировал, то он должен завершить. То есть либо написать «хорошо все», либо написать… Просто поставить галочку, там ничего писать даже не нужно. В квадратике и все. Еще напоминаем жителям, не забывайте при обращении в единую диспетчерскую службу обязательно закрывать ваши заявки. Это же касается и портала «Добродел». Там тот же самый принцип работы по всем заявкам жителей. Не только относящихся к МКД, а все заявки сейчас в обязательном порядке. Заявитель подтверждает, что заявка выполнена и что он с ней согласен. Если он с ней не согласен, то он должен поставить отметку, что заявка не выполнена и указать, в чем он считает неисполненную данную задачу. Ну и, соответственно, дальше уже включаются другие структуры. Конечно. Да, Эдуард Петрович? Да, все верно. Госжилы инспекции не дремлет. Нет, мы в ежедневном режиме, постоянно. Это система, как наш помощник, которая нам позволяет все это отслеживать глобально на всей территории Московской области. И мы работаем в этой системе, поддерживаем ее, развиваем. Что-то совершенствуется, какие-то вопросы возникающие проблемные, технические вопросы тоже обсуждаются с участием Мингосуправления. Все это реализуется. Спасибо вам за интересную беседу. Не за горами отопительный сезон, поэтому будем рады видеть вас в нашей студии и, собственно, подвести итоги кампании подготовки к отопительному сезону. Да, большая-большая просьба управляющим компаниям в полной мере, в стопроцентном режиме подготовить многоквартирные дома к осенне-зимнему периоду и достойно встретить нашу, может быть, стихию какую-то определенную. Михаил Владимирович, но у вас, я знаю, все на контроле. У нас на сегодняшний день идет параллельная подготовка всех объектов, в том числе социальной сферы, в том числе котельных. Сейчас готовность к концу августа будет более 90%. То есть у нас практически все объекты готовы, остались отдельные элементы системы, которые будут подготовлены. А с Эдуардом Петровичем мы совместно контролируем подготовку многоквартирных домов. Там тоже уже цифра приближается к 90%. Спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на канале ОТВ. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...